Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество, загалов, проходить Сидмерс Цивилизейшн 6. Важно, что вы можете это делать параллельно со мной. У первой серии, кстати, ссылка на неё есть в прикреплённом комментарии, там я выложил сейф, вот, собственно, этого начала, то же самое, что и у меня, и вы можете параллельно смотреть серии и проходить. Как вышла серия, смотрите, как я делаю, и проходите вместе со мной. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, так что могут сразу всю игру и сыграть, если им интересно. По мотивам рейтинга Цивилизации, ссылка на рейтинг Цивилизации про галов тоже есть в прикреплённом комментарии. Ну, мы вышли в Золотой Век, кстати, как и Россия с Грецией, естественно, берём монументальность, потому что надо будет за веру покупать. Единственное, вот я сейчас думаю, давайте глянем, по-моему, 95 должно будет поселение строить, да, 95, но я вот думаю, что мне надо бы и религию разносить. Сколько миссионер? А, блин, тут ещё не видно, просто светилище не построено. Видите, у меня уже идёт сильное влияние, даже не знаю, какой конкретно религии. Блин, а чё метки сверху находятся? Серьёзно, эти метки мне заслоняют, что влияет. Ну, вообще, это пантеон просто, то есть пантеон-то нормально. Вот плюс 4 от православия идёт, блин, мне надо хотя бы один город обратить ещё. Ну, а лучше всего 2. Ладно, всё равно, пока сначала посела покупаю. Кстати, тут что-то русский скаут решил помочь мне прокачать этих прачников. Так, тут давайте я прыгну, гляну, что вообще у нас тут имеется. Мне кажется, что стоит всё-таки побыстрее в сторону Грека город поставить. Ну, блин, мне кажется, вот это место от меня никуда не уйдёт. Там, конечно, могут быть какие-то ребята. Знаете, я тут просто в защиту встану, даже не буду убивать. Короче, веду Гесата на защиту. Всё-таки куплю сначала посела. Я считаю, важно здесь поставить. Здесь переключимся чисто на рост. Блин, а мне кажется, здесь всё-таки не культура, а именно веру надо собирать. Так, я тут иду в орошение. Мне нужен рабочий, чтобы ускорить орошение. Ну, блин. А ещё тут я хотел рабочего, чтобы железо и опиды строить. Да всё надо. У меня мало счастья, на самом деле. Так, пингало сел, но он мне мало даёт. Зато я открыл... Вот тут интересный вопрос. Но я бы, наверное... Блин, мне надо было сначала олигархию принять, а потом атаковать. Ну, в любом случае, принимая олигархию пока. Хотя, блин, тут вот довольство от жилья... Жильё и довольство даст район. То есть, хотя бы здесь давай... Я пока не могу счастье обработать никак. Здесь район надо будет сюда ставить. Чёрт. Военная традиция, мистицизм... Ну, вообще, мне, конечно, в теологию надо идти. Давайте через драму и поэзию пока пойду. Что у меня тут стоит? Чёрт. Олигархию или античную... Давайте, наверное, всё-таки античную республику теперь уже поставлю пока. Два влияния. Тут производство поселенцев. Нам не надо, мы их покупать будем. Спасибо. Собственно, как и строителей будем покупать. Против варваров стоит ли мне ставить? Там всего лишь гесад у меня. Один против одного дуба. Я бы, наверное, не ставил. Блин, хотя строители... Так, сейчас у меня появится караван. Пускай плюс два идёт с него. Давайте, наверное, уменьшает покупку клеток. Мне и здесь надо железо выкупить, хотя оно само присоединится, ладно, предположим. Но вот здесь надо пшеницу выкупить, чтобы ускорить... Надо, кстати, ещё одну галеру бы построить, чтобы ускорить орошение. Ну, пока так. Сейчас, наверное, он идёт скаутом. Так, орошение три хода. Опиды, напоминаю, мне железный рудник надо построить. Я его ускорю в два раза. Так, кумасик, кстати, вполне может мне скоро войну объявить. Так, игра рекомендует сюда ставить. А тут уже, видите, лояльность сильна. Ещё сюда. Ну, тут вот точно, наверное... Ну, давайте сюда поведу. До интеряя дотягиваюсь отсюда. Ну, где-то вот тут бы ещё город будет поставить. И вполне норм. А, проблема, что... Ну, вообще, у меня вино есть и так. Ладно. Не дотягиваюсь отсюда до вина. Четвёртый радиус будет. И до сахара. Но сахар, опять же, тоже есть. Слишком большая... Лояльность. Так, я бы их тут держал. Не думаю, что отсюда будут русские лезть. Видите, на один ход святилища отложилось, к сожалению. Хотя, с другой стороны, не будет денег пока на миссионеров. Так что... Не денег, в смысле, веры. По-моему, там 70 веры должно быть. Так что норм. Так, я бы... Знаете, что здесь? Я бы здесь купил вот эту клетку, чтобы священное место строить. Так что, наверное, давайте. Плюс 4. Но в будущем это плюс 6. Так, я бы, наверное... Блин, кумаси. Может, в кумаси отправить? Давайте я в кумаси отправлю. Оно нормально дорогу пройдет. Не должен тут русский разграбить, я думаю. И... Буквально через... Три хода я смогу засоюзить вообще кумаси. О, инка. Блин, почему я постоянно... Большая честь. Я же должен ему войну объявлять, к сожалению. Напоминаю, первым десяти встреченным цивилизациям, как мы договорились. Ну и вы так играете, я надеюсь. Я обязан объявлять войну. Ну и вы обязаны. В своем прохождении. Так, а это... Грек инка встретил? А тут что, не показывает, с кем они встретились? Или когда война объявлена, то не показывает? Ладно. Таруга. Союзник по чеку. Ты какая-то таруга прикольная. По-моему, пять процентов от всех стратегических ресурсов. Ну, у меня сегодня пока нету компусов никаких, так что... Смысл. Там об меня варвар убивается. Так, я бы даже, наверное, оставил залоченность. У меня тут некуда расти. И счастья нету. Давайте убьем. О! Попробуем сейчас захватить этот лагерь. Так, здесь мы сюда. Подходим потихоньку. Так, там Гонконг случайно... Ну, кстати, может войну объявить. Давайте-ка мы как-то защищать уже будем нашего посела. Блин, тут еще места у грека. Боже, это, видимо, разлив реки тут был. Хорошо, что не на море. Значит, можем пока галер от инка не бояться. Так, сколько стоит миссионер? 70, как я и говорил, да. Ну, два хода подождем. Что будем тут строить? Монумент или гурдвару? А, гурдвару я не могу строить, что я говорю. У меня же храмы сначала надо. То есть, если монумент или амбар. Или юнитов вообще. Может, еще гесатов пока? У меня денег не будет на ап тогда. Они же содержание требуют. Давайте, наверное, амбар лучше. У меня, в принципе, сейчас достаточно армии, чтобы отбиваться. Открыл так орошение. Ну, что поделать? Орошение мне нужно было. Через 178 ходов православная Эдуатука станет. Так. Быстрее. Ух ты, тут еще и руинки есть. Зашибись. Волен. В игре есть Волен. Волен, кстати, прикольно. Он, по-моему, очки полководца дает при войне. Победа наземных юнитов в бою с другими цивилизациями. Дают очки великих полководцев, да. Да, и флотоводцев тоже дают. Пока боюсь, что мне тут Гонконг войну объявит, поэтому защищаем всех. Ребят, так, в следующем ходу мы, по идее, Кумаси должен засоюзить. И, кстати, послав туда торговый путь, я буду еще и 2 культуры. А, за каждый специализм я не буду получать 2 культуры и деньги, потому что тут нету районов пока. Священное место надо построить. Так, ну, теперь рабочего строим или купим. Не, я бы построил пока. Деньги, на всякий случай, на ап юнитов держим. А за веру мы бы сначала миссионера, а потом... Так, я бы пошел, наверное, дальше обработку... Или открыть каменную кладку. А, давайте каменную кладку, а потом обработку... Я не думаю, что я успею за 3 хода уже железо обработать, потому что это надо в этом городе рабочего делать. Хотя, может, и он, кстати, добежит по дороге уже. Может, и добежит. Блин, 60 науки у грека. Просто в 6 раз больше, чем у меня. Это вообще... То есть, я не знаю, я, типа, выйду сейчас в латников, но он уже там, такое ощущение. Хотя, все-таки, ну, то есть он уже в каком-то тут средневековье, но мне что-то не думают, что он в ученичестве. Так, сначала грабим аванпост. Инженерное дело ускорили. Потом... Заберу, наверное, руинку. Так, кумаси союзим. Просто для того, чтобы территорию увидеть. Угу, тут вон распространяет религию вовсю. Так, наверное, сначала в Наведун отправлю, потому что там будет очень сильно давить. Хотя мне, с другой стороны, в Тирване надо отправить, потому что иначе священное место не будет производства давать. Блин, квадрирема. Блин, неприятные эти стреляющие для галеры, на самом деле. Очень неприятненько. Стопудово сейчас Гонконг сюда какой-нибудь юнит поставит. Мешаться мне. О, там... Ну, что я говорил. Так, хорошо. Скажите, тут, может быть, кумаси сейчас пару миссионеров убьет. Ну, мне сюда надо... Слушай, а может, на камень все-таки? Ребзя, давайте на камень поставим. Все-таки на камень давайте. Миккены. Так, тут сначала соберем. Строители, отлично. Теперь прокачаем. О, там где надо вообще зашибись. Вау. Мы следующим ходом уже ускорим обработку железа. Кайф. Так, ну и тут, конечно, эти делаем. Плантации. Сейчас к нам счастье вернется. Но это все-таки в Тирвану сначала. Вообще, три заряда я смогу и этот, и этот, и этот город сразу обратить. Все, теперь копим на посила. По идее, 105 должно. 115. 115. Ладно, вернусь, пока я галеры пойду туда, сплаваю вверх. В Адуатуке, наверное, тогда древние стены пока. Или еще строители. Нет, древние стены. Конечно, не совсем тот город, где надо прям древние стены, зато ускорим. Блин, там, ну, Катерасия. Не, ну, слушайте, дуболомами они не заберут Кумаси. В общем, посмотрим. Я болею за Кумаси против России. Тут, наверное, надо... Я понимаю, что загалов, типа, рудники, но мне надо счастья сначала получить. Счастья тоже много будет давать. Так что, наверное, все-таки эти красители обработаю. Хотя я обрабатываю эти, потом я отсюда смогу к сахару пойти. О! Это ты хорошо зашел. Но если он сейчас поменяется местами с колясками, надо будет отходить этими прачниками. Так, тогда рассоединяем посел сюда, прачника возвращаем туда. Первание Великая корова. Пойду сразу к этому городу. Так, ну, тут... Так, ну, тут... Давайте проаттакуем. Не должны они меня втроем тут убить. О, кстати. Чьи-то границы. Эфиопия. Это Эфиопия, ребята. Там у нас Эфиопия. Так, пока постоим. Ну, давайте просто посмотрим, как тут города, я буду возвращаться к Гесатам. Все-таки не самый лучший юнит для разведки. Монумент. Давайте, раз, строителя построю все-таки. И здесь обрабатываем железо. И сколько до Апидов? Один ход. Отлично. И, собственно, сразу начну после древних стен Апид строить. Ну, кстати, еще непонятно. Может, где-то тут рядом со священным местом Апид мне надо будет поставить. Но, правда, они не соседствуют никак. С другой стороны, кого убили? Какую-то ГГшку. Так, это он хорошо, кстати, что дуболомом меня атакует. Отлично. Ничего себе! Вот это неожиданно. Честно говоря. Так, наверное, тут ничего не меняю. Блин, вот это жалко Гесатика. Гесатика, Касатика. Давайте, где мы Апид можем строить. Плюс два. А у него соседство только за каменоломни и за стратегические ресурсы. К всему даже рудники... Не, подожди. Наверное... Наверное, рудники все-таки должны давать... Ну... Ну, я бы все-таки здесь Апид ставил. Действительно, во-первых, против этого здесь я еще Апид поставлю. Ну, напоминаю, Апиды не получают соседства ни за Акведук, ни за этот... Не за дамбу. Ну, в принципе, наверное, да. Сюда. Тут бы я еще... Ну, тут, видите, тоже холм. То есть тут можно рудники поставить. По идее, они должны будут рудники еще давать. Прочитаем, что там написано. Рудники дают небольшой бонус соседним районам. Так что, да. Ну, еще плюс один. То есть будет тут Апид на плюс три. В принципе, нормально. Так, идем сюда миссионерам. Убиваем этого парня. Блин, как мне жалко, что я там гесата потерял. Ну что, следующим ходом... В ученичестве. Пошли в деньги пока. Так, вообще я сахар могу этим обработать. Нет, давайте я вот этим обработаю... Красители. А этим пойду сахар. Так, теперь главное, чтобы все-таки Гонконг мне войну не объявил. У нас будут проблемы тогда. Ну, что мне латниками делать? Пробовать... Грецию захватывать. Почему Грецию, а не Россию? Потому что тут тяжелый проход. Все-таки. Так, пошли в теологию. Кстати, еще напоминаю, что я за строительство юнитов культуру получаю 20%. Поэтому мне латников надо будет тут еще и построить. Не только апать гесаты, но и строить латников я буду культуру получать нехило. Так, значит, больше никогда это не предлагай мне. С этими ребятами я не могу союзиться. Так, тут сейчас побегут колясочки. Апит, письменность, мистицизм и открыто ученичество. Скорим, сколько ап стоит. То 5. У меня пока железа не хватает, но в принципе железа у меня будет много. Мне бы, конечно, сюда везти еще посел. Наверное, в Тирване куплю посела и поведу туда. Мне сейчас пока просто на латников железа не хватает. Может, мне тогда остаться пока тут гесатом? Ну, я хочу потом на этих идти. На греков. Меня беспокоит, сейчас сюда варвары могут попереть. Сейчас бы тут апит поставить, и я уже защищен от русского тотального. Кстати, давайте глянем. Ну, вообще, он тут должен быть 0. Нет пока подходящего места. Вот так пройду, чтобы тут посмотреть, как тут мимо гор можно пробраться. Не знаю, надо мне Эфиопа встречать? Не надо. Так, посол. Ну, пока никуда не буду отправлять. Канг-Конг. По каждую фабрику. Не, пока не буду. А, подожди, меня перекупили кумасе. Нет, значит, в кумасе надо. А кто перекупил, интересно. Грек или русский? Русский. Русский. Не, ну тут кумасе вполне сейчас может русскому всю армию положить. Ну, или хотя бы посопротивляться. Мастерская. Смотрите, четыре хода латники строятся. Если бы мне только были эти... Ну, давайте, наверное, мастерскую построю. Давайте инженеров сразу набивать. Смотрите, уже у неизвестного игрока НЖ. Но это, я думаю, Вавилон. Просто больше никто не может. И это означает, что Грек, конечно, не вышел в Апиды. Так, священочка четыре производства дает. Тут населения пока не хватает. Но раз не хватает, наверное, амбар имеет смысл тогда построить. И я бы, наверное, на еду все-таки давайте... Переключился. Потому что, видите, у нас жилье появилось за счет того, что мы плантации. Еще тут сейчас плантация и будет жилье. Что норм. Еще я, наверное, этим вот здесь сделаю ферму. Я понимаю, что за Галла надо больше рудников. Вокруг районов тем более. Но, извините, расти-то тоже надо. А мы не растем. Магадиша там засоюзили где-то. А, вот тут... Блин, тут близко. Черт, у меня Галера не вернулась домой еще. А там вон есть Галера у Магадиша. Блин, а тут плюс шесть. Не, ладно, сейчас на ведун еще обратим. Я думаю, что Адуа только уже нормально будет. Так. Где я здесь могу город поставить? Только если на камень, наверное. Ну и, собственно, у меня получается шесть городов в итоге. Больше я не могу, но и идем грека захватывать. Так получается. Стоим в обороне. Не знаю, может апнуть. С одной стороны хочется апнуть. В лучников, а с другой, как бы, деньги есть на что тратить. Например, на покупку клеток тех же. Видите, эта клетка... Мне надо тут рабочего сделать? Вырубить здесь пшеницу и сюда апид поставить потом. Возможно, даже апид лучше здесь, но это именно против русского делается. Ну, в общем, мне надо там 115, потом будет 125. То есть, 240 веры, чисто на два посела еще. Нормально. Вполне решаемо. Катапульта какая-то... Ой, он Мачу-Пикчу строит. Так, Мачу-Пикчу, это где он, значит? Так, ну вот соседство священного места теперь надо поставить. Так, сначала мы купим клетку. Хотя, может, вместо каравана? Хотя, с другой стороны, какие нам клетки еще тут хочется покупать? Давайте подумаем. Вроде никакие. Сюда я просто ставлю город, обрабатываю. Есть предложение пограбить кампус. Ой. До свидания, гесат. Фак. Минус еще гесат. 27, 27. Ладно. Я не думаю, что эта галера тоже выживет. Пока держим посла. Слабое извержение не у меня. Миссионера мы не покупаем, мы копим на поселенцев. Так, ну тогда все-таки за покупку клеток меняем. Создание поселенцев, создание чудес. Может, блин, поставить... Да, подождите. Хочу закрыть меню. По идее, я должен мочь уже пирамиды построить. Так. А что, пирамиды кто-то построил? Блин. Обидненько. Ну что, в Петру тогда идти? Прямой наводкой. Три разных спецрайона. А Пит есть. Священка есть. И сейчас коммерческий построим. Блин. Жаль, жаль. Ну, тогда я пока не ставлю карточку на строительство чудес. Наверное, пускай это плюс два останется чисто на соседство священного места. Следующим ходом сможем сразу же посела покупать. Так, пошли пока в игры и развлечения. Куплю посела здесь, в Тирване. Сюда поведу. Слушайте, русский уже все выжил. Уф, выжил этот дуболом. Промышленное производство, центр коммерции. Но, по идее, в следующем ходе мы его должны все-таки убить, да? Грабить, не грабить, вот в чем вопрос. Ладно, попробую спасти. А вдруг? Катапульты не так много наносят урона. По юнитам. Так, значит, здесь вырубаем вот это. И ставим... Пока он ноль, опид. Но, по идее, когда вот эти клетки я обработаю... Будет не ноль. Так, я могу убить. По идее, у меня будет... Или не будет. Наверное, не будет уровень. Есть уровень. Вопрос только, нет ли у Магадиша еще кораблей. Если нет, то корабль спасен. Так, здесь покупаем посела. И, наверное, светилище пока. Игра предлагает, кстати, здесь и здесь, но я тут буду ставить. Так, все путем. Тут чисто производство, расти уже некуда. Еда производства. Так, ну я в следующем ходу начну желатников в Адуатуке. Или апнуть. Может, апнуть просто? Деньги-то умеешь, а лучше храм строить в Адуатуке. П-5. Ну что, вот это вопрос. Спасется ли... Да, он подходит зачем-то катапультой. Кайф. О, тут еще лучники появились у Кумаси. Зашибись. Так, значит. Тут против морских юнитов. Я, наверное, ему даже сейчас еще рыбу разграблю. А потом еще эти. Потому что рыба, по идее, даст мне... Лечение. В общем, тут надо бы аккуратно. Потому что тут у меня могут быть варвары всякие. О, прикольно. Так, ну что, апаю. А, он мир заключил. Все, он перестал быть союзником. По чеку так еще выкупил. Ладно, не будем тогда грабить. Возможно, как эти повезло, что они мир с ним заключили. И просто никто не напал на мою галеру. Что, не распространилась великая корова? Так, ну здесь уже одинаково, как видите. Тут великая корова больше. Давид. Да, нам надо еще сюда будет город поставить. Но это из Наведуна я куплю. Наверное, сахарок обработаю. Храм. Хотя здесь надо, когда поставлю город, сразу купить рабочего будет, чтобы железо обрабатывать. Интересно, а ваншотает ли коляска прачника? Блин, надо было сначала встать. Было бы плюс четыре к силе. Промышленное производство сахара можем открыть. Я бы, наверное, просто тут сейчас стоял этим гесатом, ждал посела из Наведуна. Так, ну вроде не видать варваров. Ападаны и Джебель Баркал построили. Так, игры и развлечения пока отложим, наверное. Харические хроники. Вообще, я в Адуатике хотел стать центр коммерции, но не хватает жителей для этого. Давайте, может, как-то максимизируем рост. Так, сделаем. Ну, блин, мне надо шесть, сколько там, три, семь. Семь жителей, так что пока не скоро мы сможем центр коммерции. Тогда, видимо, просто открываем математику. И надо через четыре хода будет поставить карточку на чудеса и Петру тут все-таки забахать. Кстати, а Джебель Баркал тут же у меня тоже... А, его уже построили. Сорян. Его уже построили. Так, в Тирване я сейчас смогу Апид строить. Вопрос, где? Может, здесь? Точнее, не может, а скорее всего... Не, вот здесь вообще. Да не, кумайся от русского. Блин, хотя он катапульту он ведет. Черт. Так, не понял, а почему этот Апид без стен? Только что, только первый Апид стены получает? А, Апид может защищаться дальнобойными атаками. Значит, может защищаться только, если есть стены в городе. Но, видимо, мне на виду не надо стены построить. И амбар тоже был бы... А, давайте сначала амбар. Ух ты, Соликамск. Ух ты, как он встал и сразу клетки забрал. Ну, ребята, мне придется с Соликамска начать. Потому что мне вот эти клетки очень нужны. Видимо, ведем... Платника вот туда. Так, Апид-то вот сюда зашибись становится. Слушайте, а такой вопрос. А если я поставлю сюда Апид, станет ли у меня сюда центр города? То есть, я мог бы сейчас почитить, типа... Знаете, давайте я на всякий случай сохранюсь. Я просто не уверен. Я могу потерять возможность город ставить. Понимаете? Я хочу сохранить игру. Ну, я просто... Это из-за того, что я не знаю, как это работает. Я объясню. Значит, галы не могут ставить... Не могут ставить районы рядом с центром города. Но сможем ли мы центр города рядом с районом поставить? Вот в чем вопрос. Поэтому я хочу сейчас поставить сюда Апид. И проверить возможность постановки города. Ну, пишет зеленым. Тогда мы сюда ведем. И тогда я смогу отсюда Апид вот сюда поставить. Понимаете? Будет очень круто. А священное место либо сюда, либо сюда. Они все равно друг на друга не влияют, эти районы. А вот... Разместить их хорошенько будет норм. Так, наверное, постоим пока. Ну и красители. Так, сколько там последний посел? 140. А, 140, я думал, 125 будет. В Адуатуке. В Адуатуке. Гуртвару надо будет покупать. Плюс мне надо будет там, в том городе... Слушайте, может пока гесатов? Чтобы потом их... Ну, у меня денег мало для гесатов. Для гесатов. Ладно, наверное, монумент тогда пока построю. Или строителя. Давайте строителя. Надо много рудников делать. Блин, шесть ходов уже до конца эпохи. Я в золотой точно не выйду. Да, надо рудники поделать, чтобы Петру строить нормально. Блин, он реально Кумаси захватит. Давайте-ка я подойду, пока убью коляску. Потом уровень дам. Так, тут сейчас делаем рудники. Еще два хода, да? Давайте строитель, еще один ход. Следующим ходом ставим город. Нет, тут я прикольно, конечно, извернулся. Это мне понравилось. Да не страшно потерять эту клетку для города. Потому что мы тут поставим опид. И вот два опида по плюс четыре будет. Кстати, я сейчас получу еще очки эпохи за опид на плюс четыре. Это был на плюс три. А тут будет офигительный типа район. Вау! Ничего себе у вас райончик! Блин, а вот сейчас мне, наверное, разграбят караван все-таки. А сколько сейчас он дает мне? Две культуры и шесть дней. Ну, две культуры чисто за один район. Здесь-то разграбят или будет атаковать Кумаси? Разграбил. Вот тварина какая маленькая. Маленькая русская тварина. Блин, у меня и денег мало. Ну, тут надо коммерческие районы, конечно, будет строить. Там Соликавск, смотрите, вулканом заметает. Так, тут, ребята, мы откладываем на один ход, чтобы начать Петру строить и, собственно, открываем военную традицию, чтобы поставить карточку на строительство чудес. А, подождите, а Петра-то чудо какого, какой эпохи? Средневековья? Античности. Да, сработает карточка, значит. Там карточка на античность точно. Блин, где она? Да, древнего мира и античности. Ну, Петру, Петру, я думаю, будет круто поставить. Значит, тут откладываем производство. Здесь ставим город, и он влазит. Зашибись. Теперь сначала покупаем здесь. Хотя, может, все-таки отложить. Давайте, может, сначала тут посила. Чем быстрее... А, нет, не хватит. Чем быстрее города все поставим, тем лучше. Значит, рабочий 50. Ну, следующим ходом купим. Значит, просто начинаем с монумента. Обрабатываем железо. Потом тут священ... Тут опид. Ну, я передам... Ну, давайте сразу передам эту клетку. Вот так. Опид на плюс 4. Священочка. Плюс 5, плюс 5. Ну, я бы, наверное, все-таки в пустынной клетке ставил. Они никак друг на друга не... А, хотя, подождите. Нет, мне надо эти ставить. Рудники. Так что вот сюда надо. Не знаю, что тут плюс 4. Зато вот тут мы рудники сделаем. И это будет очень офигительно влиять. Так что не знаю, что плюс 4. Священку мы сюда ставим. Так. И опид сюда. Так, монумент. Ну, это, наверное, амбар пока. Этот город просто чисто для самообороны там стоит. Так, эти вот два заряда. Значит, сюда и сюда он поставит рудники. Так. Пойдем сюда вырубать лес под Петру. И там рудник тоже можно будет поставить. Ну, и заканчиваем ход. Ну, Петру могут построить, кстати. Но я что-то думаю, что если не брали... Если не брали... Смотрите, Кумасия не атакует русский. Может, пока дать Кумасию восстановиться, а потом опять его засоюзить? Если не брали пантеон на пустыню, то, мне кажется, и не поставят этот. Так, плюс 2 убираем. У нас разграбили караван. На чудо ставим. Петру. Теперь вопрос интересный, сюда или сюда. Мне кажется, вполне одинаково будет. Так что пока сюда сделаю. Четыре хода. Так, а если переключить на производство? Терно четыре. Я тогда... На еду давайте. Хлабенько растет город. Нет, Петра очень крутая будет. Столица. Я очень надеюсь ее построить. Храм или мастерскую? Наверное, все-таки мастерскую, потому что у нас есть куда веру тратить. Вот сейчас, например, мы покупаем строителя здесь. Так, на виду не амбар. Но теперь стены. Пожалуй. Блин, придется вроде русского сносить, получается. Знаете, чем я... Тут просто очень хреновый проход. С одной стороны. Но если мы возьмем Соликамск и пойдем дальше, это проще. И я просто смотрю, что здесь есть пустыня. С другой стороны, русский уже поставил всякие священные места. Дебильно. Так что надо подумать. Так, давайте-ка лечиться. Что я тут хочу? Игры и развлечения или... Так, оборонительный... Давайте, наверное, в оборонительную тактику пойдем. Здесь, соответственно... Ну, не знаю, акведуки не нужны, потому что мне их некуда... Давайте просто стрельбу из лука откроем. Блин, у меня животного слона до сих пор не открыта. Офигеть. Ну, потому что мне лошади не нужны. У меня все бонусы на рукопашников и стреляющих. Поэтому лошади как бы... Блин, варвары решили город так атаковать. А у меня лошадей и нету, как видите. Да, наверное, кто-то из вас лошадей, когда... Ну, сам проходил эту же игру, лошадей вначале открыл. Но просто мы видим, что их нету. Я не знаю, зачем сразу тут откроют. Ну, можно, конечно, про это просто производство дополнительное. Например, рядом со столицей появляются лошади. Но мы не играем. У нас не стратегический баланс партии. Поэтому шанс, что будут лошади... Железо, да. Железо есть. А вот лошади... Очень вряд ли. Так, а что я открыл? Инсулы. Плюс к жилью с двумя и более специализированными районами. Это если только здесь, но тут жилья достаточно. И здесь. И тут вроде жилье нормально. Блин, 85 науки. Но меня, конечно, латники тут спасают. Без латников тут бы все забрали нафиг. Я бы очень сильно отстал. То есть это благодаря апиду я в ученичестве. И поэтому... Вроде неплохо себя чувствую. Ну что, может опять засоюзить кумать? Или подождите, пока они стены восстановят? Давайте подождем стены. Колизей. Нормально. Слушайте, а этот... Так, лучники. Окей. Дуболомчик маленький выполз. Так, тут надо вот так делать, чтобы у него соседство было. Видите, я имею плюс 6 от способности царь Эбуронов. Потому что они все рядом стоят. Так, этого, наверное, сюда отправим. Блин, тут надо что-то как-то... Какой-то юнит сделать против этого варвара. Так, ну я думаю, что Гесата можно уже ввести тоже на апгрейд. Колесо. Денег нету, нифига. Я не могу центры коммерции поставить жилья мало. Что я поставил священки и апид. Кстати, Соликамск строит стены и уже построил. Умаси мне войну. Но я сейчас могу перекупить, я думаю. Да, и он достроил... Достроил стены, тем более. Давайте я перекуплю обратно. Теперь он может... Так, я вышел в темный век. Меня это очень устраивает. Единственное, что сейчас, возможно, города начнут отваливаться. Хотя я, вроде-то, довольно далеко стою. Значит, возьмем дальше специализированный район. Исход евангелистов. Тяжело будет обращать их города в свою религию, на самом деле. Но можно попробовать, знаете, через... Через инквизицию. Если я буду захватывать города русского, то может получиться. Давайте, наверное, все-таки исход евангелистов. Тем более, вот этот... А, уже обратился. Этот город. Но продолжение все-таки уже в следующей серии. Потому что мы вышли в новую эпоху. Надеюсь, вы точно так же играете. Сейчас вышли в средневековье. Параллельно можно смотреть мое прохождение. И самому проходить. Точно так же. Конечно, тяжеловато. Война со всеми. Особенно меня прикалывает, что в пять раз больше науки у грека. Это просто трындец. И мне кажется, если мне везет, что он, наверное... Ну, хотя, что я говорю, везет. У меня сейчас нормальные юниты, чтобы от него отбиваться. Благодаря вот этому способности Гала, что АПИД открывает ученичество. Сразу есть латники. Это круто. Но выглядит так, что нам надо Россию будет захватывать. Все-таки они грека. Тем более, что Россия и по науке отстает. Вот давайте глянем, где... Ну, они вместе со мной. Блин, грек уже в возрождении. Россия вместе со мной. Но я уверен, что не в латниках. Это 100%. То есть, в чем-то вот, не знаю. Может быть, в арбалетчиках, скорее всего. Вот. Надо брать Соликамск, потому что он мне важные клетки забрал. Конечно, город отвратительно. Я не знаю, может быть, даже его удалить, когда я его заберу. Ну, тут свой-то не поставишь нормально. По-другому. Ну, ладно, это уже в следующей серии. Играйте в умные игры. На этом все. Спонсоры канала «Продолжение» могут прямо сейчас во вкладке «Сообщество» найти. Для всех остальных оно выйдет завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.